Я не знаю, попал я на флот или специально стремился на флот. Но дело в том, что с самого детства мне как-то прозывали с 9-10 лет называли морячком. Это был связан с тем, что я из двойни, мой брат, он меньше на полчаса, я чуть старше. И мы на вот эти праздники одевались в костюмы. И один из костюмов, первый костюм, который я помню, была военно-морская форма. Я ее запомнил на всю жизнь, это было мне 9-10 лет. А брат одевался в солдатскую форму. И нас в школе даже так и прозывали. Сначала морячки, потом чисто меня морячком называли и так далее. И в голове отложилось то, что я предназначен для службы в военно-морском флоте. Возможно, ну раньше такие понятия были, низкий рост, пойдешь в морфлот или танкисты будешь. Если высокий, пойдешь в какие-то элитные, может быть, там, ну в каких понятиях элитные, там, где рослые предпочитаются. Сейчас вот ВДВ, например, предпочитает там рост под метр 80 и так далее. Ну вообще-то потом, в дальнейшем, после того, как я в военное училище не поступил, учился в институте. И на третьем курсе, не знаю почему-то, уже мне 20 лет практически было. И такое резкое какое-то принятие решения, что бросить институт и пойти служить. Конечно, я не знал даже, куда пойду служить. Ну мне просто захотелось быть, как тогда говорили, настоящим мужиком, чтобы отслужить. Именно не просто там, как в запасе офицер, лейтенант, да, нам давали военный кафир, давала возможность иметь звание, один месяц там провести, где-то там на сборах, а именно служить, как положено. Вот. Ну и судьба свела таким образом, что я попал в военно-морской флот. Севастополь, учебка. Не скажу, что было все легко. Было легче в том плане, что мне было уже, я довольно взрослый был, 20 лет, да, в это, конечно, преимущество давало. Но и в то же время было обидно, когда тебя такие же или даже на год меньше начинают гонять, там, заставлять что-то и так далее. Вот. Ну, служба была интересная. Затем я попал на Балтийский флот, называют ее колыбелью, кто-то называет лужей большой, да, кто-то колыбелью флота. Ну, как бы то ни было, флот зарождался там, и в этом году мы уже отмечаем 325-летие военно-морского флота. Вот. И сейчас большое значение уделяется, широко отмечаем. Попал я по специальности моторист, попал я на подводную лодку. Сначала на, именную подводную лодку, Псковский комсомолец, вот, а затем служил на Большой океанской дизель-электрической подводной лодке, Буки-75, в городе Рии. Вот. Интересная служба, конечно, интересная. Не скажу, что легкая, но очень интересная служба. И всю оставшуюся жизнь до настоящего времени, и сейчас вот без флота я себя не представляю. И мало того, даже вот последнее мое детище, наверное, многие знают, что я творческий человек, да, пишу стихи, много стихов. И вот в этом году выпустил свой первый, ну, надеюсь, не может быть и не последний роман, который называется «Камбала». Само название, наверное, уже подразумевает какую-то морскую тематику. И большая часть этого романа посвящена как раз службе в военно-морском флоте. Конечно, кому интересно, в нашей библиотеке я книги подарил. И у меня лично есть, и в библиотеке есть. Вообще, в преддверии праздника хочу пожелать всем братишкам, которые в свое время служили, давали присягу военно-морскому флоту Советского Союза, военно-морскому флоту Российской Федерации. Не столь важно. Мы присягали отчизне, чтобы все были здоровы, живы, здоровы. И в наше сложное время это очень важно. И всем шлю братский морской привет. Всего наилучшего желания.